МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самая свежая имбернет-бомба этого года. В России наконец появился журналист, которому очень скучно на пресс-конференциях. Одинаковые вопросы, одинаковые ответы. Ну, хватит. У меня такой вопрос. Человек выпивает 3 литра кваса за 4 часа. Вопрос, за какое время он выпивает бочонок кваса. Видимо, вы не поняли друг друга, коллега. Может быть, мы обсудим, что же имел с веном. Есть еще какой-нибудь вопрос? Он задает не то, чтобы неудобные вопросы, не то, чтобы острые. Впрочем, смотрите лучше сами. Представьте, что к вам пришли в гости друзья, и вы решили их угостить персиками. 6 персиков вы разрезали на 7 частей. При этом оказалось, что каждому второму другу досталось по 2 ломтика, каждому третьему другу по 3 ломтика, каждому четвертому другу по 1 ломтику. И еще один друг отказался от персиков, потому что у него на них аллергия. Вопрос, сколько друзей пришло к вам в гости? Замечательно. Понял. Понятно. Нашему юбиляру троекратное 3-4. Ура! 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 Это не заседание Госдумы, не Новый год в Кремле, не голливудская вечеринка, хотя все признаки 1-го, 2-го и 3-го налицо. Дорогой Тальман, вот наконец и пришел к нам самый главный праздник года. Удивительный человек эпохи нулевых. Бизнесмен Тельман Исмаилов, тогда еще хозяин Черкизона. На свое 50-летие к нему на вечеринку пришли вообще все, без кого нас невозможно представить. А совсем скоро люди, которые пели с Тельманом, закрыли его главное детище, Черкизовский рынок. И по сути дали понять, что в России ему лучше больше не жить. Тельман, ты наш друг. Тельман, ты наш друг навсегда. Об этих парнях уже полгода судачит весь Рунет. То ли заезжие дауншифтеры из Индии, то ли ломаисты из Беляева, то ли вообще бог знает кто. Этот избитый поп-мотивчик Backstreet Boys в такой интерпретации удивительным образом отозвался у зрителей. Как будто вот этой бурдийской попсы всем и не хватало. У Будда Свити Бойс твердое третье место. Субтитры сделал DimaTorzok Приступаем к животному. Вот оно, второе дыхание программы СМАК. Спустя годы эта безобидная сцена приготовления поросенка у интернет-пользователей приобрела иные смыслы. Есть другой вариант, который я пробовал недавно. Это для любителей более изысканных ощущений. Рунет смакует это видео уже не первый месяц. Осталось дождаться реакции международных организаций по защите животных. Сегодня, дорогие мои, не будет никаких сантиментов и никакого оживания соплей. Только жесткач и правда в чистом виде. Этот кособокий человечек появился в интернете внезапно. Никаких ссылок на автора. В комментариях тоже полно недоумения. Как будто этот дерзкий персонаж сам себя нарисовал. И теперь всем крышка. Жизнь сплошная, вранье, оборнуха, бытовуха, интернет-зависимость и сотово-мобильное рабство. Ну, разве я не прав? Мистер Фриман не жалеет никого и ничего. Блогеры, правительство, президент и весь русский народ отправляются на его эшафот. Судя по количеству просмотров, отправляются с большим удовольствием. Столько каналов наплодили, чтобы ни о чем не думать, а хавать ржаху! Теперь можно одупляться круглые сутки, вообще не включая мозги! Жрать, срать, ржать! Жрать, срать, ржать! Жрать, срать, ржать! Жрать, срать, ржать! Жрать, срать!